Генеральный директор Первого канала Константин Львович Эрбс на сегодня считается одним из самых влиятельных людей в мире шоу-бизнеса. В феврале 2021 года Эрбс будет праздновать юбилей. Руководителя самого рейтинга во стране телеканала исполнится 60. И конечно, на протяжении всей своей жизни такой успешный, харизматичный мужчина пользовался повышенным вниманием со стороны женского пола. А как складывалась личная жизнь медийной персоной и каких женщин он выбирал, расскажу далее. Как оказалось в жизни Константина Львовича Эрнста, было три женщины, которые могут назвать себя его женами. Первой избранницей Эрнста стала театральный критик Анна Селюнас. Анна москвичка родилась в интеллигентной творческой семье. Она окончила ГИТИС. В 1995 году в гражданском браке Эрнста из Селюнас родилась дочь Александра. Однако это обстоятельство не удержало супругов от расставания. После разрыва отношений с Эрнстом, Анна связала свою судьбу с испанцем. В результате их семья переехала на ПМЖ в Испанию, где Анна со временем стала генеральным директором русского дома в Барселоне. Дочь Эрнста Александра сначала с мамой и отчимом жила в Испании, а затем уехала учиться на фотографа в США. После расставания с Анной, Эрнст долго не грустил в одиночестве. Следующей его избранницей стала бизнесвумен-продюсер Лариса Синельщикова, в свое время возглавлявшая ВИД, а затем созданную на его базе компанию «Красный квадрат». И хотя их отношения длились около 12 лет и окружение Эрнста считала Ларису его женой, однако официально брак они так и не зарегистрировали. Совместных детей у Эрнста и Синельщиковой тоже не было, но двоих детей от первого брака Ларисы Эрнст принял как родных и поддерживает с ними отношения до сих пор. У Эрнста и Синельщиковой сложился не только семейный союз, но и творческий. Компания Синельщиковой производила рейтинговые шоу для Первого канала. После разрыва отношений Лариса, продав акции «Красного квадрата», уехала жить на Лазорный берег, а Эрнст встретил новую возлюбленную. В 2014 году Эрнста стали замечать тогда еще с начинающей актрисой Софьей Заикой, которая к тому же оказалась младше Константина Львовича на целых 27 лет. Софья Заика родилась в состоятельной семье банкира, получила элитное и разностороннее образование. После окончания вуза девушка из Санкт-Петербурга перебралась в Москву, где работала моделью, представляя дом моды Ульяны Сергеенко. А в 2017 году Софья и Константин Львович узаконили отношения. Свадьбу сыграли в узком кругу друзей. На сегодня у супруга уже трое детей. Две дочери и сын, который родился в прошлом году. На сегодня Софья Заика, будучи многодетной мамой, кроме воспитания детей, успевает играть на сцене МХАТа и сниматься в кино. Самые известные ее ролики на картинах «Содержанки» и «Союз спасения». А вам спасибо за внимание! Оставляйте свои комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok